Мне выпала честь толковать эту главу Лех-Леха и честь и приятная доля в этом, потому что одна из тех глав, по которой можно сказать очень и очень много всего. Но я сдержусь и попытаюсь уложиться в хронометраж. К тому же, учитывая все, что происходит сейчас с нами, конечно, трудно этого миновать, трудно об этом не сказать. Но тем не менее. Итак, с чего начинается 13 глава книги «Бытия»? Она начинается с довольно яркого и важного для нас всех события, с того, что Авраам получает слово от Бога «выйти из ура халдейского». Ну, для нас сегодня слова «ур халдейский» мало что значит. Ну, вышел из какого-то там ура, еще и халдейского. Но по тем временам это был мегаполис. Это был один из ранних, довольно-таки серьезных мегаполисов того времени. Если сегодня мы могли бы перевести на наш современный язык, то это, возможно, прозвучало бы так, что Бог сказал Аврааму оставить Нью-Йорк и выйти неизвестно куда. Но, и здесь первый пункт, который я для себя отметил. То, что Авраам представляет себе неизвестностью, Бог прекрасно знает. Знаете, мы боимся иногда, дети боятся темноты. Кто боялся в детстве? Я боялся в детстве темноты. Все, да, правильно? Я такой же, как и вы, я тоже боялся. Почему мы боимся темноты? Ну, сама по себе же темнота, ничего страшного. Мы боимся неизвестности, что за этой темнотой, что нас ждет в этой темноте, потому что мы не видим ничего там. Там может быть монстр страшный, а может быть шоколадка лежит. По центру комнаты. Неизвестность ведет к страху. Но Писание говорит, Бог говорит, страх не мое дитя. Вы знаете, что для Бога нет таинственного будущего, как для нас. Для Бога все уже давно совершилось. И Писание говорит, что для любящих Его мало того, что совершилось, а еще и все это содействует ко благу. И вот Авраам, для него еще неизвестность, делает шаг в эту неизвестность, но у Бога уже все приготовлено. И вот он берет все свое имущество, большое имущество, и он делает шаг веры. Возможно, когда-то мы сделали этот шаг, оставив наши города, оставив нашу привычную жизнь и приехав сюда, в Эр-Цесраэль. И для нас это, может быть, было менее загадочно, может быть, менее страшно, чем для Авраама. Но это была тоже волнующая неизвестность. И мы вошли сюда. Далее. Помните, сколько лет было Аврааму? 75 лет. Ну, возраст уже в Бетолх-Леуми за пенсии идти, а он идет в новую землю. Сегодня некоторые говорят, вы там, куда вы поедете, в тот Израиль, вам уже там 45, вам уже 50, там уже делать нечего, вы никому там уже не нужны. 75 лет никого ничего не останавливало. И еще много лет продуктивного служения Богу, которое Бог даровал Аврааму. Никогда не поздно и никогда не рано войти в то призвание, которое Бог дает тебе. Вы знаете, я видел очень много и вижу сегодня молодых ребят, которые, может быть, только прошли бармитсву-батмитсву, но уже квалифицированно и качественно берутся за служение Богу и делают его на все те 100%, которые у них есть. Никогда не рано и никогда не поздно войти в то призвание, которое Бог дает тебе. Следующее, что я уже, простите, привяжу к нашим сегодняшним событиям. Когда туда подходит Авраам, к этой земле, она свободна? Там вывеска «For sale», знаете, как в американских фильмах «Рядом с домами». Нет, там уже живут ребята. И он приходит туда, а там, ну, как бы занято. И вас тут не стояло, товарищ Авраам. А на самом деле Бог уже отдал эту землю Аврааму. И здесь у нас может быть конфликт. Но это же не гуманистично. Но это же не соответствует стандартам цивилизации. Там люди какие-то живут, а вы их потеснили. Извините, земля эта, она, мы верим, принадлежит Богу. И Бог, Он может распоряжаться своей землей. Как одна недавно моя знакомая сказала, покупала квартиру в одном городе. И говорит, когда покупала квартиру, оказалось, что ее уже сдают квартирантам. Ну, каким-то квартирам. И она говорит, попросила, пожалуйста, не выселяйте этих квартирантов. Я тоже хочу сдавать эту квартиру. И вот она ее купила, говорит, такое ощущение, как помещик. Купила землю вместе с крепостными. Ну, вот, да. Но потому что квартирантам квартира не принадлежит. Их можно и попросить, если что. Квартира принадлежит хозяевам. Другой момент. Писания, знаете, сейчас очень много. Как только начинаешь делать какой-то эфир про события современности, постоянно найдутся какие-то добрые люди, такие, знаете, благочестивые христиане, которые сразу напишут, блаженные миротворцы, а вы там вот ай-яй-яй. Знаете, кто такие миротворцы? Что такое мир на иврите? Шалом. Что такое шалом? От какого слова оно происходит? Шалем. Целостность. Извините, целостность – вот основа мира. Если у тебя забрали часть, это уже потеря целостности. Если в моей кухне завелись тараканы, и я могу, конечно, повесить, ну, сделать очень просто – закрыть дверь, забыть про кухню. И больше туда не ходить. Есть мивину, заваривая ее этим кипяточком в зале перед телевизором. Но на самом-то деле, целостность моей квартиры ушла, кухня уже принадлежит не мне, а тараканам. Я должен с этим что-то делать, чтобы вернуть целостность. Миротворцы – это не те, кто делают гуманистические, пушистые, белые, такие приятные всем акты. Миротворцы – это те, кто возвращают целостность. Амэн? Целостность. Иногда с помощью инсектицида, когда туда надо пустить газку, чтобы тараканы убедились в том, что эта собственность им не принадлежит. И Авраам, он заходит в эту землю, потому что Бог ему дал эту землю. И знаете, что он там делает? Когда он получает видение, он строит там жертвенник. Послушайте. Жертвенник всемогущему Богу на той земле, которую Бог дал тебе, параллель к нашей жизни, в тех служениях, которые Бог вам доверил, в тех вещах, которые Бог вам доверяет сегодня, строим ли мы жертвенники Богу? Воздаем ли мы всегда Ему славу за то, пусть малое, что он нам дал? Жертвенник Богу. То, что Бог дал построить Аврааму, и то, к чему Авраам возвращается потом снова. И мы читаем, 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 и пишется, и он вернулся к этому жертвеннику. Благодарность за то, что Господь дает. Следующий пункт успеха Авраама. Отпусти тех, с кем тебе тесно. Помните, Авраам выходил не один. В нашей жизни не всегда и не со всеми нам по пути. Увы, так бывает. И, может быть, те друзья, которые вчера были вам друзьями, сегодня, когда вы читаете ленту Фейсбука, вдруг оказывается, что не такие уж вам они и друзья. Потому что то видение, которое Бог даровал вам, немножко не коррелируется с тем видением, которое они откуда-то из новостей подхватили. И вполне нормально в этот момент сказать, дорогой брат, дорогая сестра, я тебя люблю, но с лиха на иврите извините, пожалуйста, просто дальше тебе туда, а мне сюда. И когда потом происходит сражение с царями Содома, Гаморы, вы помните, когда уже все это произошло, когда Бог даровал победу Аврааму, то царь, он садомский, этот вот он вышел и предлагает Аврааму какие-то вещи. приятные вещи, но вещи не из тех рук. И Авраам говорит, 23 стих, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. То, что Бог даровал нам за то, что мы Богу Всевышнему поставили жертвенник, вот за это мы воздаем славу Богу. Но мы никогда, никто нас не упрекнет и не скажет, откуда мы это взяли. Если сегодня мы берем не из тех источников, не из тех жертвенников, не из тех рук, то будьте готовы, что завтра вам предъявят и скажут, что мы сделали тебя богатым, на этом ты стал известным, на этом ты стал богатым, как важно, и Авраам это понимал, следить за своей духовной репутацией. О чем я так сказал, немножко запутанно? А здесь и богословские вещи, здесь не только о деньгах. Вы знаете, есть очень много крутых учений, за которыми люди идут десятками, сотнями, тысяч, но это еще не означает, что эти учения правильные. Но когда ты оттуда взял, то тебе потом и предъявят и скажут, что ну ты же смотри, откуда это взял. Значит, ты с ними, значит, у тебя такое богословие, значит, у тебя такое понимание. Мы должны, как Авраам, думать и смотреть, откуда мы берем, как материальное, так и духовное. Конечно, об этих вещах можно говорить очень и очень много. Это та глава, которую я верю, мы все должны читать и размышлять глубоко о ней, потому что она для нас и про нас, и про то, что вокруг нас, и про то, что в наших жизнях, и про то, что в наших семьях, и про то, что в наших призваниях. Но, дорогие друзья, всего бы этого приключения веры не было бы, если бы однажды Авраам не сделал первый шаг. Мы должны делать первый шаг. Мы должны не бояться. И сегодня я хочу помолиться и призвать вас помолиться о том, чтобы Бог убрал от нас страх. Страх не мое дитя, говорит Господь. И даровал нам мудрость и смелость идти туда, куда посылает нас Господь. Амин. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что однажды Ты призвал нас прежде создания этого мира, прежде чем солнце заняло свое место, луна заняла свое место, Ты уже даровал нам призвание, Ты уже даровал нам видение, Ты уже даровал нам путь, которым Ты хотел нас провести. И вот мы на этом пути, мы просим Господь, Ты не дал духа страха, но Ты дал духа целостности мышления. Мы просим Тебя, Господь, пусть придет целостность мышления в наши сердца, в наш разум, в наши дома. Мы просим, Господь, чтобы Ты повел смело к тому, что Ты даруешь. И мы просим, помоги нам никогда, никогда не забывать Твои милости. И во всех наших делах приносить жертву хвалы только Тебе, всемогущий Господь, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Мы просим Тебя, помоги каждому из нас, вне зависимости от возраста, вне зависимости от способности прийти к тому призванию, которое Ты даровал во славу Твою, для царства Твоего. Во имя Ешо Машефа. Амин.